Здравствуйте! Меня зовут Владимир Солодовников. Я предлагаю вашему вниманию лекцию по теме соотношения христианства. И культуры, веры и разума. Данная лекция входит в целый цикл лекционный по основам христианской культурологии. Тема соотношения христианства и культуры, веры и разума, она чрезвычайно актуальна. И вот в течение многих столетий по этой теме постоянно ломаются копья. Ломают копья как некоторые верующие, так и неверующие люди, и такие даже махровые атеисты. Ну вот, некоторые верующие считают, далеко не все, но некоторые верующие считают, что христианство и культура абсолютно несовместимы. Что вот культура есть нечто такое извращенное, что по всем параметрам противоречит христианскому вероисповеданию. И также вот эти верующие часто говорят о том, что разум препятствует полноценной христианской вере. Ну, что касается неверующих, включая таких воинствующих, таких матерых атеистов, то они утверждают, что христианство является тормозом для развития культуры, и что разумный человек не может быть верующим, ибо вера в Бога, как таковая, абсолютно неразумна. Ну, интересно то, что вот, хотя вот эту точку зрения высказывают, казалось бы, совершенно разные по мировоззрению люди, но вот они едины в чем? В том, что христианство и культура, вера и разум, они находятся в некоторой такой дисгармонии. Вот это как раз интересно, что сторонники совершенно разных мировоззрений, вот по вопросу о соотношении христианства и культуры, веры и разума, ну, они абсолютно едины. Вот. Ну, давайте сейчас попробуем разобраться в том, каково вот все-таки реальное положение дел. Для этого мы для начала разберемся с тем, что такое есть христианство, что такое культура, как они взаимодействуют, а затем поговорим о том, что такое вера, что такое разум, как они взаимодействуют между собой, и потом постараемся вот сделать некоторые логические выводы из вот всех наших размышлений. Сначала поговорим о христианстве. Христианство есть продукт сотворчества Бога и верующего в Него человека. В чем заключается Божья любовь? Ну, проявлений Божьей любви очень много, но она проявляется в том числе и в том, что Бог создал человека по своему образу и подобию. В чем проявляется конкретно наша богообразность и наше богоподобие? А в том, что Бог наделил нас, людей, свое творение, творец, свое создание, создатель, наделил всех нас своими свойствами характерными, да, и в частности он наделил всех нас способностью к творчеству. То есть Бог, творец, создал человека-творца. Ну, понятно, что мы можем творить в самых разнообразных сферах, в сфере физиологической, в сфере материальной, в сфере духовной, в сфере интеллектуальной, в сфере эмоциональной, в сфере производственной и так далее и тому подобное. Ну, разумеется, что уровень мастерства Бога и человека разный. Вот. Но Бог заинтересован в совершенствовании нашего мастерства. И поэтому вот христианство есть вот этот продукт сотворчества Бога и верующего в него человека. И сводить христианство только вот к уровню мировой религии, значит, заужать его значимость. Христианство есть мировоззрение и образ жизни, постоянно подпитываемый Богом. Оно, христианство, живой организм, а не просто набор верных идей. А культура же – это совокупность достижений человечества в области материального производства, общественных, межличностных отношений, науки и искусства. И существует совершенно огромное количество разновидностей, да, культуры. Например, существует производственная культура, то есть то, вот что и как мы производим. Да, существует материальная культура, да, это то, в общем-то, что мы производим. Существует политическая культура, то есть культура управления государством, обществом. Существует бытовая культура, это то, как вот мы живем, чем пользуемся в повседневной жизни, ну и так далее. Понятно, что вот достижения человеческой культуры, они могут быть разными, да, то есть как со знаком плюс, да, так и со знаком минус. Вот, и поэтому относиться к человеческой культуре нужно избирательно, селективно, то есть сообразно вот библейскому принципу, все испытывайте хорошего, держитесь. То есть в человеческой культуре есть много хорошего, да, но и немало плохого. Есть в человеческой культуре то, что соответствует промыслу Божьему, да, идее Бога, а есть то, что вступает вот в противоречие с промыслом Божьим и с идеей Бога. И поэтому вот культура, это явление далеко не однозначное. Вот, но если мы вернемся вот сейчас вновь к вопросу о христианстве, то христианство содержит в себе высшие культурные ценности и учит воспринимать истинно прекрасное. В таком виде оно взаимодействует с неоднозначной человеческой культурой. И вот в процессе взаимодействия с общей человеческой культурой христианство таковую евангелизирует, то бишь придает смысл всем проявлениям человеческого духа, философии, этики, эстетики, педагогики, ну и так далее. Христианство и евангелизация культуры не противостоят жизненным потребностям человеческого общества. Вот почему культура есть среда и одновременно средство благовестия. То есть, ведь если мы проповедуем Евангелие, мы его проповедуем, несомненно, в определенном этнокультурном контексте. Но и проповедь Евангелия, она может быть не только прямой, но и косвенной, но и опоследованной. Например, через достижение науки, да, или через достижение искусства. Можно благовествовать Евангелие, например, используя генематограф, да, можно проповедовать Евангелие, используя музыку, театр, ну и так далее, и тому подобное. Есть масса замечательных примеров проповеди Евангелия через позитивные культурные достижения. И вот ясно, что за вопросом о соотношении христианства и культуры стоит другой вопрос о соотношении веры и разума. Что такое христианская вера? Ну, вера – это не набор идей или принципов, принимаемых человеком безговорочно. В Библии сказано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. То есть, иначе говоря, вера – это процесс реализации Божьих обетований, отлицать которые попросту бессмысленно, потому что то, что Бог обетовал, Он это либо исполнил, либо исполняет, либо исполнил. Почему это так? Ну, потому что, в отличие от человека, да, который может быть либо лукавым, либо верным рабом, Бог всегда верен. Это, в общем-то, несложно проверить на практике, да, как поется в старой одесской песне «Если вы не верите, сходите и проверите». Вот, если вы желаете проверить Божьих обетований, ну, ясно, что вот эти обетования, они всегда реализуются. И вот вера есть уверенность в невидимом, то есть, вера имеет в себе очень такой серьезный интеллектуальный компонент. Когда мы в чем-то, в чем бы то ни было уверены, тогда, когда мы это изучили изнутри. И вот, собственно, именно сознательная вера, да, осмысленная, она вера высокого качества, ну, к этому, собственно, нас и призывает Слово Божие. Но вера одновременно – это и образ жизни, дарованный Богом, который принимается человеком добровольно и сознательно. Нельзя в Библии сказано – праведный верою жив будет. Ну, это очень такая вот глобальная тема, и, может быть, когда-то у нас будет возможность на эту тему более подробно порассуждать. Ну, я вот надеюсь, что вам понятно в общих чертах, что такое есть вера. А что касается разума, то разум – это высший тип мыслительной деятельности, предполагающий способность анализа, абстрагирования и обобщения. Ну, вот, конечно, интересно все-таки разобраться вот в взаимодействии веры и разума. Ну, а для начала мы посмотрим, как Библия, каким образом Библия определяет место разума в вере. Как вообще Библия отвечает на вопрос конкретный о соотношении веры и разума. Ну, во-первых, если мы обратимся к Петчам 2, 6, и к первому посланному конитерам святого апостола Павла, 12 глава, 8 стих, ну, там ясно идет речь о том, что интеллект от Бога. Это первая позиция. Вторая позиция – Бог дает разумение во всем. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 7 стих. Позиция третья – нужно просить мудрости у Бога. Саморное послание апостола Якова, 1 глава, 5 стих. Библия обращает внимание на многофункциональность человеческого ума. И здесь Библия обращает внимание на то, что ум служит закону Божьим, вообще всем Божьим установлением, о чем идет речь в послании к Римлянам, 7 глава, 25 стих. Ум соучаствует в молитве. Первое послание к Олимпинам, 14 глава, 15 стих. Умом человек поверяет свои поступки. Послание к Римлянам, 14 глава, 5 стих. И вот пятая позиция – ум – это инструмент познания воли Божьей. Послание к Римлянам, 12 глава, 2 стих. Тем не менее, Бог отрицает все-таки мудрость мирскую, как временную, о чем мы читаем в первом послании к Олимпинам, 2 глава, 6 стих. И решенную его. Там же, в этом же первом послании к Олимпинам, 1 глава, 19-20 стих. Бог отрицает мудрствование, как глупость, закамуфлированную под мудрость. Первое послание к Олимпинам, 4 глава, 6 стих. И Бог избирает мудрость от него, а не от мира. Первое послание к Олимпинам, 1 глава, 27 стих. То есть, мы видим, что библейский ответ таков, да, разум очень активно присутствует в вере. Но тем не менее, я догадываюсь, что мне сейчас кто-то внутренне может возразить и сказать, а как же так же? Вот в Библии же сказано, да, от многих знаний многие печали, и приумножающие познания приумножают скорбь. Да, это так. Но дело в том, что ведь печаль и скорбь – это не всегда синоним греха уныния. Печаль и скорбь, согласитесь, могут быть светлыми, да, а печаль и скорбь могут, по тому или иному поводу, могут преисполнить нас энтузиазмом. И мы в Библии массу примеров читаем, и в Евангелии конкретно, да, о том, как вот некие скорби, печали, да, они стимулировали к такому активному действию, как нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, так и его учеников, апостолов. И в конце концов, вот, есть такая скорбь, такая печаль, да, в которых содержится вот эта знаменитая триада – вера, надежда и любовь. Да, вот и образец вот такой скорби, печали, в которой есть и вот и вера, и надежда, и любовь, есть очень такой мощный заряд оптимизма. Да, вот такой пример – это знаменитый стих из Евангелия, да, «пришед на землю, найдет и сын человеческий вера», да, ну, я это излагаю, не прямо цитирую, то есть это изложение как открытого стиха, вот. И вот если внимательно вслушаться в этот стих, да, его иногда излагают так – «Приду, найду ли веру на земле», да, вот, такой вольный, вольный пересказ стиха. И вот в этих словах, конечно, масса вот печали, скорби Спасителя о человечестве. Почему? Ну, Господь нас видит такими, какими мы являемся на самом деле. Вот, и Он видит вот все наши несовершенства. Он по этому поводу печалится? Да. Он по этому поводу скорбит? Да. Но вот если внимательно-внимательно слушать эти слова, да, «приду, найду ли веру на земле». И вот в этих словах, да, вот буквально чувствуется, да, вот эта мысль о том, что, ну да, вот люди такие, какие они есть. Но, может быть, хотя бы один нормальный-то найдется среди них. Да, и вот в этих словах столько, не только печали и скорби, но столько любви, да, веры и надежды. Да, вот, вот это, вот об этом идет речь, да, то есть, поэтому, вот, скорбь от знания, от познания, да, печали, но это не всегда, вот, именно синоним греха уныния, и вот скорбь и печаль может быть таким фактором для такого активного действия, да, это такой очень мощный стимул для энтузиазма в служении. Вот, ну, вот, к сожалению, к великому сожалению, многие верующие недооценивают вот этот фактор разума в вере. И я вам могу привести такой, ну, в общем-то, характерный пример. В 1995 году я был членом одной из евангельских церквей Московской области, на юге Подмосковья, в маленьком таком вот городке. И на одном из богослужений пастырь, вроде бы духовно опытный человек, да, он совершает заключительную молитву. И произносит, ну, такое, довольно странную такую вот фразу в своей молитве. И я сейчас это все воспроизведу. Вот, я буду использовать тот лексикон, который использовал этот пастырь. Это не я, вот, говорю несколько безграмотно. Это вот я просто возвращаюсь вот в то время и в то место. И пастырь молится вот примерно так. Господь, ты нам дал чувствование, вместо чувствование, чувствование. Вот нашими чувствованиями мы вот воспринимаем тебя, вот мы любим тебя. И только разум, который дан нам дьявол, нас смущает. Господи, да реши же ты нас всех разумом. И вот этой фразе церковь вздрогнула. Почему? Потому что каждый подумал, а что, если Господь, ну, вот реализует эту усиленную молитву вот такого псевдоправедника. И вот церковь, да, из дома молитвы превратится в желтый дом. То есть вот в дом скорби, или иначе говоря, в сумасшедший дом. Вот. Понятно, что это недопустимо. Недопустимо вот такое противопоставление разума в вене. Вы знаете, вот этот пастырь, когда я был вот на этом богослужении, я, ну, я такой человек довольно ироничный, вот, я пошел в свою маму, она тоже была ироничная. Вот. Я почему-то вспомню вот старую байку о спортсмене. Я прошу всех людей, которые любят спорт, на меня сейчас не обижаться. Я сам практикую спорт, но в данном случае это байка. И вот некий человек подходит к спортсмену и спрашивает у него, ну, а вот, а что, собственно, вы вот имеете, как бы, вот в своем резерве для спортивных побед? Ну, спортсмен говорит, ну, у меня вот есть мускулы, бицепсы, трицепсы, мышцы, вот, кубики в грудной клетке. Вот, это мне все очень помогает. А собеседник спортсмена спрашивает, а как же голова? А спортсмен отвечает, а я и ем. Понимаете, вот это как раз печально, что некоторые слушатели, они понимают, что голова, ну, скажем так, донаем только для ношения шапки или для приема пищи. Вот, но человек имеет голову от Бога вовсе не для этого, вовсе не для этого. И поэтому понятно, что вот мы должны относиться к разному, как к величайшему дару Божию. И при этом надо, конечно, нам помнить о том, вот, что, например, Петр Яковлевич Адаев замечательно сказал на эту тему, да, что хорошо устроенный ум так же естественно тяготет к вере, как дурно устроенный ум к всяческому безверию. Иначе говоря, вот разум – это вот очень важный фактор в нашей вере. Еще гораздо раньше, в 15 веке, Чадай уже в 19, а еще в 15 веке, замечательный христианский мыслитель Николай Кузанский, это вот очень четко вот все точки, и все, вы знаете, припинания, и суть саму, да, он все это вот расставил по своим местам. Он сказал, что разум – есть то, что включает в себя вера. Разум направляется верой, а вера раскрывается разумом. Где нет здоровой веры, там и нет настоящего разумения. Ну, вот что-то противопоставить мыслям Петра Яковлевича Чадаева и Николая Кузанского просто не представляется возможным. Таким образом, получается на выходе что? Каков вывод? Христианство и культура, вера и разум по промыслу Божию вполне гармоничны. В противном случае, культура трансформируется в свой антипод, а человеческий разум деформируется. Вот почему важна гармония интересов Бога и человека. И недопустим конфликт этих интересов. И я сейчас желаю всем моим слушателям стяжать эту гармонию интересов с Богом и в своей практической жизни сочетать гармонично христианство и культуру, и иметь сознательную, разумную, сердечную веру в нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Да благословит вас Господь! Спасибо за внимание!